Волшебник Финист, Ясный Сокол, Русская Сказка Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, осталось три дочки. Хотел старик нанять работницу, в хозяйстве помогать. Но меньшая дочь Марьюшка сказала, не надо батюшка нанимать работницу, Сама я буду хозяйство вести. Ладно, стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку, рад был, что такая умная доработящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная, а сестры ее заведущие даже днющие. Из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы. Весь день сидят, белятся да румянятся, да в обновке наряжаются. Платье им не платье, сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек, «Что вам, дочки, купить, чем порадовать?» И говорят старшая и средняя дочки, «Купи пополушалку, да такому, чтобы цветы покрупнее, золотом расписанные». А Марьюшка стоит да молчит, спрашивает ее отец, «А что тебе, доченька, купить?» «Купи мне, батюшка, перышко фини, стоя с носокола». Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышко не нашел. Поехал отец в другой раз на базар. «Ну, — говорит, — дочки, заказывайте подарки!» Обрадовались старшая и средняя дочки, «Купи нам по сапожкам с серебряными подковками!» А Марьюшка опять заказывает, «Купи мне, батюшка, перышко фини, стоя с носокола». Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышко не нашел. Приехал без перышка. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят, «Купи нам по платью!» А Марьюшка опять просит, «Батюшка, купи перышко фини, стоя с носокола». Ходил отец весь день, а перышко не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок. «Здорово, дедушка!» «Здравствуй, милый! Куда путь дорогу держишь?» «К себе, дедушка, в деревню!» «Да вот горе у меня!» «Меньшая дочка наказывала купить перышко фини, стоя с носокола, а я не нашел». «Есть у меня такое перышко!» «Да оно заветное!» «Но для доброго человека, куда ни шло, отдам!» Вынул дедушка перышко и подает. «А оно самое обыкновенное!» Едет крестьянин и думает, что в нем Марьюшка нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам. Старшая и средняя наряжаются, а над Марьюшкой смеются. «Как была ты, дурочка, так и есть! Нацепи свое перышко в волоса, докрасуйся!» Промолчала Марьюшка, отошла в сторонку. А когда все спать легли, бросила Марьюшка перышко на пол и проговорила, «Любезный финист, ясный сокол, явись ко мне, жданный мой жених!» И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно и улетел сокол к синему небу. Три дня Марьюшка привечала к себе молодца. Днем он летает соколом по синему поднебесью, а к ночи прилетает к Марьюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили, наговорили отцу на сестру. «Милые дочки!» говорит отец. «Смотрите лучше за собой!» «Ладно, — думают сестры, посмотрим, как будет дальше!» Натыкали они в раму острых ножей, а сами притаились, смотрят. Вот летит ясный сокол, долетел до окна и не может попасть в комнату Марьюшки. Бился-бился, всю грудь изрезал, а Марьюшка спит и не слышит. И сказал тогда сокол, «Кому я нужен, тот меня найдет, но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь». Услышала это Марьюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно, а сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марьюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след и стала еще краше. Пошла она к отцу и проговорила, «Не брони меня, батюшка, отпусти в путь дорогу дальнюю. Жива буду, свидимся, умру, так знать на роду написано». Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю, искать желанного финиста, ясносокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали, и никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней сбегались. Износила башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марьюшка на поляну и видит, стоит избушка на курьих ножках, вертится. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом, зашла Марьюшка в избушку и видит, сидит там баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела, тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, а дело лытаешь. Ищу бабушка, финиста, ясно сокола. О, красавица, долго тебе искать, твой ясный сокол за три девять земель в тридевятом царстве, опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать, не продавай. Просись, фини, стоясно сокола, повидать. Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть. А навстречу кот прыгнул к Марьюшке и замурлыкал. Не бойся, Марьюшка, иди вперед, будет еще страшней, а ты иди и иди, не оглядывайся. Потерся кот спинкой и был таков, а Марьюшка пошла дальше. А лес стал еще темней. Шла-шла Марьюшка, сапоги железные износила, посох поломала, колпак порвала и пришла к избушке на курьих ножках. Вокруг тын, на колях черепа, и каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка, избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть, хлеба есть. Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит, сидит там баба-яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга Марьюшку, зашумела. Тьфу-тьфу, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, аль отдела лытаешь. Ищу бабушка финиста, ясно-сокола. А у моей сестры была? Была бабушка. Ладно, красавица, помогу тебе. Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку. Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавай, просись финиста ясно-сокола повидать. Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А в лесу стук, гром, свист, черепа леса свящают. Страшно стало Марьюшке. Глядь, собака бежит. Ав-ав, Марьюшка, не бойся, родная, иди, будет еще страшней, не оглядывайся. Сказала и была такова. Пошла Марьюшка, а лес стал еще темнее. За ноги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марьюшка, идет и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила, посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках. Вокруг тын, а на кольях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит. Говорит Марьюшка, избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла Марьюшка в избушку и видит. Сидит баба яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Сама черная, а во рту один клык торчит. Увидела баба яга Марьюшку, зашумела. Тьфу, тьфу, русским духом пахнет, красная девушка, дело пытаешь, аль отдела лытаешь. Ищу бабушка Финиста, ясно сокола. Трудно, красавица, тебе будет его отыскать, да я помогу. Вот тебе серебряное донце, золотое веретенце. Бери в руки, само прясть будет. Потянется нитка, не простая, а золотая. Спасибо тебе, бабушка. Ладно, спасибо, после скажешь. А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое веретенце покупать, не продавай. Просись Финиста, ясно сокола повидать. Поблагодарила Марьюшка бабу-ягу и пошла. А лес зашумел, загудел, поднялся свист, совы закружились, мыши из нор повылезли, да все на Марьюшку. И видит Марьюшка, бежит навстречу серый волк. Не гореуй, говорит он, а садись на меня и не оглядывайся. Села Марьюшка на серого волка и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные, реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются, а Марьюшка скачет и скачет. И вот перед Марьюшкой хрустальный терем. Крыльцо резное, оконце узорчатое, а в оконце царица глядит. «Ну, – говорит волк, – слезай, Марьюшка, иди и нанимайся в прислуге». Слезла Марьюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марьюшка царице и говорит, «Не знаю, как вас звать, как величать, а не нужна ли вам будет работница?» «Отвечает царица, давно я ищу работницу, но такую, которая могла бы прясть, ткать, вышивать. Все это я могу делать. Тогда приходи и садись за работу». И стала Марьюшка работницей. День работает, а наступит ночь, возьмет Марьюшка серебряное блюдечко и золотое яичко и скажет, «Катись, катись, золотое яичко по серебряному блюдечку, покажи мне моего милого». Покатится яичко по серебряному блюдечку и предстанет финист, ясный сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается. «Финист, мой финист, ясный сокол, зачем ты меня оставил одну горькую, а тебе плакать?» Подслушала царица ее слова и говорит, «Продай ты мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко». «Нет», говорит Марьюшка, «Они не продажные, могу я тебе их отдать, если позволишь на финиста ясно сокола поглядеть». Подумала царица, подумала, «Ладно», говорит, «Так и быть, ночью как уснет, я тебе его покажу». Наступила ночь и идет Марьюшка в спальню к финисту ясно соколу. Видит, спит ее сердечный друг, сном непробудным. Смотрит Марьюшка, не насмотрится, целует в уста сахарные, прижимает груди белой, спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марьюшка не добудилась милого. Целый день работала Марьюшка, а вечером взяла серебряные пяльцы да золотую иголочку, сидит, вышивает, сама приговаривает. «Вышивайся, вышивайся узор, для финиста ясно сокола, было б чем ему по утрам вытираться». Подслушала царица и говорит, «Продай, Марьюшка, серебряные пяльцы, золотую иголочку». «Я не продам», говорит Марьюшка, «Я так отдам, разреши только с финистом ясным соколом свидеться». Подумала-то, подумала, «Ладно», говорит, «Так и быть, приходи ночью». Наступает ночь, входит Марьюшка в спаленку к финисту ясну соколу, а тот спит непробудным сном. «Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!» Спит финист ясный сокол крепким сном, будила его Марьюшка, не добудилась, наступает день. Сидит Марьюшка за работой, берет в руки серебряное донце, золотое веретенце, а царица увидала, «Продай, да продай!» «Продать не продам, а могу и так отдать, если позволишь с финистом ясным соколом хоть часок побыть!» «Ладно!» говорит та, а сама думает, «все равно не разбудит!» Настала ночь, входит Марьюшка в спальню к финисту ясну соколу, а тот спит сном непробудным. «Финист ты мой, ясный сокол, встань, пробудись!» Спит финист, не просыпается. Будила-будила, никак не может добудиться, а рассвет близко. Заплакала Марьюшка. «Любезный ты, финист, ясный сокол, встань, пробудись!» «На Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!» Упала Марьюшкина слеза на голое плечо финиста, ясного сокола, и обожгла. Очнулся финист, ясный сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал. «Неужели это ты, Марьюшка?» «Трое башмаков железных износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала, и меня нашла. Поедем же теперь на родину!» Стали они домой собираться. А царица увидела и приказала в трубы трубить, об измене своего мужа оповестить. Собрались князья до купцы стали совет держать, как финиста ясно сокола наказать. Тогда финист ясный сокол говорит, «Которая, по-вашему, настоящая жена, та ли, что крепко любит, или та, что продает, да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясно сокола Марьюшка, и стали они жить-поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в трубы затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец!